Оттуда погибла грешница от лица Божия, а праведница да возвеселяться. Они посвятили жизнь журналистике и остались в истории профессии благодаря ярким заголовкам, сюжетам, статьям и воспоминаниям коллег. В Самаре прошел день поминовения журналистов, ушедших из жизни. Богослужение состоялось в Троице-Сергиевом храме. Радость и величие того служения, которым вы занимаетесь, состоит в том, что вы сейчас пишите историю, которая совершается. Эта история наполнена божественной благодатью, она наполнена божественным призывом. Вспомнить своих коллег пришли работники СМИ, члены Союза журналистов, студенты журфака. Мы помним, мы продолжаем это дело и нельзя забывать, потому что это наши истории и то, что мы должны передавать потомкам, а потомки следующим. Вспоминать на Радоницу ушедших коллег-журналистов традиция, которой почти 30 лет. У ее истоков стоит Самарское отделение Союза журналистов России. На сегодняшний день в скорбном списке Союза журналистов 532 имени. С каждым годом их становится больше. Для меня всегда это очень волнительный день, честно скажу. И вот я ехала сюда, и у меня вот такой образ, это горящая свеча. Пока свеча горит, мы помним о тех людях, которые были. И эта память помогает нам, живущим сегодня. И это очень важно, и я надеюсь, что вот эта наша традиция, наша свеча, она будет гореть всегда. Весной Самарское отделение Союза журналистов России запустило новый проект под названием «Профессия журналист». Это истории о жизни ярких представителей самарской журналистики, рассказанные студентам действующими околами пера. В планах еще один проект – книга о персоналиях и журналистских династиях региона. Галина Топилина, Игорь Казановский, события. Субтитры создавал DimaTorzok